Насколько довольны матчем? Обидно ли, что проиграли? Какие были главные задачи? Задачи были с учетом отсутствия официальных игр, провести, так скажем, совместное занятие перед игрой и завершить это контрольным матчем, дать игровую практику всем ребятам, в зависимости от их состояния. И, соответственно, если брать игру, плюс-минус второй тайм, мы могли забивать, могли играть мячу, а то и выиграть. Хотя эмоциональный сборный был хороший момент. В принципе, довольны завершением сбора. Что за тренировочное занятие было? Кто его проводил? Что это было? Все-таки много игроков. В виде некого моделирования по прессингу мы сделали несколько нюансов по определенным требованиям, которые мы уже проговаривали по взаимодействию в атаке. Для Пеняева это был первый сбор, если не ошибаюсь. Как его оценить? Каким его нашли? Ну, не только Пеняев. Мы уже говорили, что в связи с тем, что сбор на Ю-19 прекратился существование. В итоге большая группа игроков, с учетом того, что сейчас официальной игры нет. И те ребята, которые проявляют себя в премьер-лиге, то есть те же самые ребята Простоя. Милёкин, Вангович, Пеняев. Поэтому дали возможность с ним познакомиться. Худяков, то же самое. То есть оценили их игровые качества. Вот познакомились для того, чтобы дальше понять, насколько они смогут в дальнейшем конкурировать в новом, наверное, САЗе и молодежной сборной. Делился ли с вами Карпин впечатлением от игры? Может быть, кого-то выделил из ваших планов? Ну, я думаю, что впечатления от игры мы дальше поймем уже в процессе, да, потому что диалог в дальнейшем в любом случае будет составлен. Да, а конкретно люди, как бы-то в частном порядке, мы уже определим. Дюков осенью говорил про то, что надо строить единую вертикаль сборных, чтобы футболистам было легче переходить из одного возраста в другой и так к основе. Вы почувствовали на себе с осенью какие-то изменения и пришлось ли вам подстраиваться под то, что делает Карпин? Ну, глобальной подстройки нет. Как бы все вытекает одно из другого. И у национальной сборной у нас были официальные матчи, к которым надо было готовиться. Да, то есть, разная стилистика, разные соперники, разные, соответственно, требования к подготовке к игре. Какая вообще сейчас ситуация у молодежки, да, то есть, насколько я знаю, УЕФА до сих пор не решила, что делать со сборной России в отборе. Я, например, вот сегодня не должен был бой, вчера был матч с Мальты, и там нет никакого технического поражения. То есть, вы знаете, какая там ситуация? Ну, состояние определенности, потому что, действительно, матчи отменены до дальнейшего уведомления, да, то есть, нет ни технического поражения, нет никакого-то там завершения. Поэтому в подвешенном состоянии, и пока не понимаем, что будет с этой сборной. Я хочу вернуться к предыдущему вопросу, то есть, после прихода Карпина у вас не было какой-то рекомендации от РФС, руководства, что надо подстраиваться под главную сборную, играть в похожем стиле. Ну, оно в любом случае, как бы, должно одно из другого вытекать, да, то есть, для чего молодежная сборная нужна? Для того, чтобы молодые футболисты, там, понимали требования главной команды, чтобы они безболезненно вливались туда по требованиям внутри, по бытовым требованиям, по игровым требованиям. С учетом того, что, опять же, сейчас Валерий Георгиевич больше находится в клубе, да, то есть, в любом случае, контакт определенный есть. Насколько изменилось ваше взаимодействие с изменением тренера? Потому что, насколько мы знаем, при Черчесове он не вызывал в основную сборную, если игрок не играл в основе, Карпин зовет и тех, кто сидит на скамейке. Ну, то есть, там, например, Тюкавин, он не всегда играет, но часто в сборную. Вот, насколько это изменилось, насколько это влияет на вас? Ну, на нас это никак не влияет, потому что я уже неоднократно говорил, что приоритет, в любом случае, национальная сборная. То есть, если главный тренер и тренерский штаб принимают решение о вызове того или иного игрока, то есть, в любом случае, игрок должен быть там. То есть, нет такого, что мы для себя просим для молодежной сборной оставить игрока, чтобы, там, сыграть какую-то игру. То есть, это исключительное решение, там, тренерского штаба первой команды о вызове того или иного игрока. Вы сейчас не рассматриваете варианты трудовых свойств в клубе, как карты, с учетом отсутствия официальных ночей? Ну, я уже на открытой тренировке говорил на эту тему, да, что надо действовать по факту. Да, во-первых, надо понять, что чемпионатом не Европы, потому что на сегодняшний день у меня действующий контракт раз. Будет ли предложение от клуба два, и дальше надо уже совместно разговаривать с руководством Российского футбольного союза на эту тему. Удовольте ли пообщаться с Анатолием Бышевцем, присутствовавшим на мероприятии? Анатолий Федорович присутствовал на нашей первой тренировке на стадионе Родина, и мы там очень долго беседовали. Он обменялись мнениями на предмет, как он видит сегодняшнюю ситуацию, как он видит вообще нашу команду. Он за ней давно следит, и не только за этой сборной, но и за той, которая была на чемпионате Европы до этого, да, то есть обменялись мнениями по игрокам. Ну, всегда приятно, когда мэтры за нами следят и высказывают определенные позиции. Не было ли обсуждений, как вы хотите побеждать на Олимпиадах с учетом того, что президент такую задачу ставит? Ну, понятно, что, ну, я уже неоднократно говорил, да, что для того, чтобы глобальные главенствующие задачи ставить, нам необходимо поступательное движение, потому что мы в нашей российской истории 94-2013 год проходили только на Чехотеверод. Да, и наша сборная сейчас вышла третий раз, вот за все это время глобально, то есть, если брать, то есть второй раз за 27 лет, да, поэтому для начала нам надо закрепиться на этом уровне, дальше ставить уже более глобальные задачи. Ну, вот сборы из-за травм, да, повреждений покинули Литвинов, Умяров, если я не ошибаюсь, вы никого не довызывали. Вот почему, например, того же Игнатова из «Спартака» не вызвали, то есть, или вам хотел тех, кто игроков... Ну, мы Игнатова знаем, и он сейчас в меньшей степени стал получать игровую практику, да, в своей команде, то есть, нам бы хотелось, чтобы он закрепился в команде и более цельно стал получать игровое время. Но, опять же, на сегодняшний день мы не совсем понимаем, что будет в нашей команде, потому что она может как и продолжить свое выступление, так и прекратить существование. Вот сегодня 0-1, это вы такие сильные, или сборная не настроилась? Все-таки, когда молодежка играет, проигрывает все 0-1, тут есть вопросы. Ну, мне сложно об этом сказать. Я говорю о том, что, ну, и всегда, как бы, ну, кто следит за нашей командой, говорю о том, что мы делаем в определенной, да, подготовке к играм, как наше функциональное состояние, что мы делаем определенные, там, по взаимодействиям в определенных фазах игры, и определенный момент нам удавались. Ну, к сожалению, там детальные мы работы не видели, потому, национальной сборной, потому что мы тренируемся на одном стадионе, а не здесь, на базе, да, вот. На наш взгляд, определенные нюансы порадовали, ну, по взаимодействиям молодежной сборной, да, опять же, с учетом того, что практически, там, 4,5 месяца мы не собирались, потому что последний этап был в ноябре, мы с испанцами играли, да, в основном все это было контакты, в основном все это был такой онлайн-режим, когда высылали определенные взаимодействия, нарезки, требования, общались с игроками на сборах, то есть, такого ежедневного практики, да, тренерской, то есть, ну, я имею в виду, с игроками не было. Вы сейчас вот сказали, что сборная может прекратить существование, то есть, реально, выпускаете варианты, которые в молодежной сборной будет просто расформированы, как класс? Это возрастная категория, то есть, понятно, что институт сборных будет существовать, да, понятно, что с большой долей вероятности, абсолютно уверен в этом, что сборная будет, молодежная сборная будет собираться и дальше тренироваться, играть, вопрос только где. То есть, если это будет, условно, там, понятно, в российском регионе, да, и условно контрольные матчи с клубом, опять же, какие-то междунациональные сборные игры и так далее, если это европейский чемпионат нас увернут, дай бог, да, то это совсем другая история. Но, опять, на сегодня, если вот так случится и будет принять такое решение, то, конечно, в большой доле вероятности этот созыв молодежной сборной свое существование прекратит и дальше уже более младшие футболисты будут в нее вызываться. Говорят, что вы были одним из тех, кого рассчитывали назначить в главную сборную, но из-за неудачи на Евро как-то от вашей кандидатуры отошли. Вот вы как считаете, это реально был тот турнир, который повлиял на решение? Ну, мне сложно сказать, кто о чем думал, да, там, какие были кандидаты, для меня это не доводилось, я тоже ни с кем на тему не разговаривал. Но, понятно, что, с одной стороны, если брать глобально для Федерации Российского Футбольного Союза был некий успех, что мы за столько время туда пропали, да, но то, что выступили неудачно, конечно, и для Федерации, для меня лично была определенная заноза, да, потому что мы могли выступить лучше на тот момент и, к сожалению, нам не удалось выйти из группы. У вас есть амбиции стать главным тренером сборной? Ну, амбиции есть, да, и я всегда говорю о том, что работа в национальной сборной, вне зависимости от уровня, юношеская сборная, молодежная сборная, национальная сборная, это пик определенной карьеры тренера. Кто-то может считать иначе, но мне сложно сказать об этом, да, но для меня работа в сборной – это определенная, как бы, вершина, да. Понятно, что на сегодняшний день, если санкции будут продолжены, ну, отдушина, так скажем, да, и определенный тренерский тонус, это внутренний чемпионат остается только. Многие обсуждают то, что сборная России потеряла Спертиана, что его не вызывали даже молодежную сборную. Вот чья вина то, что он теперь не сможет играть за сборную России, как вы считаете? Сложно сказать, потому что, наверное, есть некий комплекс факторов, да. Я с разных сторон слышу определенные, так скажем, возгласы на эту тему, да, но если брать конкретно тот период, и мы говорим о том, что Спертсан играл за Краснодар-2, мы все, безусловно, соглашаемся и говорим о том, что это качественный футболист, да, который на сегодня показывает стоятельность. Он более младшего возраста был, да. На тот момент мы приняли решение пригласить Захаряна. Но то, что игрок принял решение, это его личное решение, да, играть за другую национальную сборную, его выбор. Ну, его надо уважать. Вот с учетом того, что теперь армянские, киргизские, казахские футболисты не считаются легионерами в РПЛ, вам не кажется, что надо как-то более внимательно обращать внимание на вот футболистов, у которых потенциально есть второй паспорт? И, может быть, даже никогда не полностью готовы заигрывать их быстрее за сборную? Смотрите, здесь, опять же, нет единого рецепта, потому что мы очень много знаем примеров более опытных футболистов, когда Александр Самедов, тоже, условно, Георгий Джики, да, там у них есть, были определенные корни разные, да, там, по национальности. Ну, они терпели, ждали своего шанса и тоже, там, получали вызов национальной сборной, там, не 18-19 лет, но в возрасте, а более старше. Да, поэтому здесь, да, поэтому здесь, и опять же, игры за юношеской молодежной сборной не являются заигрыванием для дальше национальной сборной. Даже официальные турниры молодежи? Официальные турниры не являются, то есть игрок в любой момент может иметь футбольное гражданство. Только игры за национальную команду. Ну, в истории с Аспиртианом, я как понимаю, он поехал в Армению, потому что он чувствовал, что к нему нет вообще внимания ни на юношеском уровне, ни на молодежном. То есть, он считал, что его вообще не видят в системе. Ну, сложно сказать, потому что, опять же, этот возраст юношеской сборной трениров очень много тренеров. Ну, 2000-й год рождения, очень много тренеров, да? То есть, уже вот ближе сюда, когда принималось это решение, я так понимаю, оно принималось на границе марта-апреля, когда у нас как раз чемпионат Европы был. То есть, эта сборная в марте заканчивала, то есть, наша молодежная сборная. И дальше начинался новый созыв, как раз его возраст. Ну, естественно, он должен был быть одним из кандидатов. Ну, Европа принял такое решение, к сожалению. Пара Кузьмичев-Прохин, на Ваш взгляд, как себя в этом матче проявила? Сергей Санченко, извиняюсь. Спасибо. Пара Кузьмичев-Прохин как себя проявила? На Ваш взгляд, если они будут относиться к футболу так, как относятся и прогрессируют, через какое время их можно сдать в первой сборной? Я думаю, что, опять же, не для рекламы ни в коем случае, не для какого-то там дальнейшего там аванса. На мой взгляд, что это качественные ребята, которые на сегодняшний день конкуренты. И с учетом того, что они будут стабильнее играть в клубе Премьер Лиги, РПЛ, получать игровую практику, я думаю, что у них есть большой шанс, с учетом, опять же, наверное, не такого большого количества игроков в этом амплуа. То есть по качествам своим игровым, по интеллекту, по выбору позиций, по началу атаки, по конкретной игре в обороне, это достаточно качественные футболисты, которые могут быть востребованы здесь. А если этот банк затянется надолго, то как лучше проводить вот такие сборы дальше, вот такими же матчами, как сегодня, или с какими-то клубами пытаться договариваться? Ну, в любом случае, эти сборы будут проводиться строго в рамках УЕФА. То есть если у нас не поменяется какой-то внутренний чемпионат, но я имею в виду даты, то есть следующий сбор должен быть в конце мая, начало июня. Как он будет выглядеть? Опять же, в зависимости от решения УЕФА, в зависимости от решения санкций, правительства и так далее, как мы выйдем из-под них. Ну, а другого не остается. То есть либо это учебно-тренировочный сбор некого селекционного характера, либо это контрольный матч с клубами, либо это игры между собой. Ну, а вы верите, что все будет хорошо, потому что Дрюков после сполкона настраивает всех, что мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе нас вернут, мы вернемся в международную лигу. Вы как себя настраиваете? Мы верим, мы надеемся, поэтому мы здесь, безусловно, но, опять же, самое главное, насколько стабилизируется и как быстро политическая ситуация. Захарян недавно попал в топ-11 лучших молодых игроков мира, но потом был исключен. Во-первых, что вы вообще думаете про вот эту ситуацию с исключением? И чувствуете вы свою заслугу, в том числе, что он туда попал, так как его тренировали в сборной, и в том числе на Евро молодежном он ярко себя проявил? Ну, понятно, по первому вопросу, что это абсурд, если игрок заслуживает права там быть, если он по спортивному принципу там отбирается и находится в числе лучших игроков, на каком основании его оттуда исключают, то есть это чисто политическая история, да, к сожалению. Это раз. Второй момент по заслуге, но очень много факторов, когда говорят о том, что кто кого воспитал, очень сложно сейчас ответить на этот вопрос, потому что в карьере того или иного игрока есть пулема масса тренеров, который его набирал, который его отбирал, который его совершенствовал, который его доводил в молодежной команде, тренировал его там в сборной, юношеской, национальной, молодежной и так далее. Поэтому как можно сказать, что моя конкретная эта заслуга? Нет, это неправильно. То, что в определенное время на него обратили внимание, дали ему определенный толчок за счет международного опыта, то, что он себя проявил на чемпионате Европы, ну да, это правда. Вы можете сказать, что Захарян самый талантливый футболист, молодой, с которым вы работали? Ну, по самым-самым, наверное, не совсем. Я так скажу вам, это тот футболист, который свой талант сейчас реализует, потому что талантливых футболистов было очень много, но не до конца их реализовывали, а не свой талант. Он на сегодняшний день этот талант пытается реализовывать. Насколько дальше стабильно? То есть, мы все переживаем за него, смотрим. Дай бог, чтобы, опять же, когда Игорь был в национальной сборной, его международный опыт дальше укреплялся и стабилизировался. А кто сопоставим с ним по таланту? Я сегодня не сказали, что он самый-самый, то есть есть кто-то, кто близок, да, к нему? Сейчас? Ну, не сейчас, просто сейчас. Ваша карьера? Да, ваша карьера. Ну, видимо, из тех, с кем вы работали. Ну, очень много, я же еще раз говорю, просто очень было талантливых ребят в различных юношках сборных, но не все смогли свой потенциал реализовать. И, как я уже сказал, это тот игрок, который на сегодняшний день этот потенциал старается реализовывать. Что сделать Захаряну, чтобы он не стал новым Кокориным или Смоловым? Ну, про которого всю жизнь говорили очень-очень талантливый, но... Опять же, очень много зависит от окружения, очень много зависит от факторов, которые будут сопутствующих, которые будут встречаться на его пути. Если он преодолеет все эти преграды, потому что мы понимаем, что у молодого человека очень много соблазнов, да, на его карьерном попыще, да, и если, знаете, как бы нюансы обойдет стороной, если у него будут люди, которые ему будут подсказывать и оберегать, плюс, безусловно, ежедневная работа, правильное, да, правильное отношение к себе, режим питания, режим быта и так далее, и так далее, что ментально игрок должен быть профессиональным. Если говорить о сегодняшнем матче, вот что полезнее сыграть вот с основой, с основной сборной России, либо там, в рейсси, матч с условной внешней ситуацией, с условной сборной Беларуси, только молодежной? Надо отталкиваться от того, от той ситуации, которая есть. Понятно, что игра с национальной сборной, и когда мы говорим о том, что для чего вообще нужен этот сбор, да, вот, специфика работы в клубе, специфика работы в сборной, она совершенно разная. И когда лучшие футболисты собираются в одном месте там и конкурируют между собой, даже с учетом того, что нет официальной игры, это в любом случае для них определенный, вызывает определенный толчок дальше для развития роста. Но это на наш взгляд, да, поэтому мы рады, что они здесь, и, конечно, игра с национальной сборной пойдет в плюс для всех. Она была бы полезнее, чем у нас, условно, молодежка в другой стране, да? Опять же, если бы, ну, давайте представим, что у национальной сборной сейчас был бы некий спарринг, да? Что нам лучше, от остаться без игры или играть, условно, в Беларуси? Ну, конечно, то есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!